Девушки отдыхают Вроде есть парк, то лес нечищенный, то туалета нет, то колесо обозрения на боку, то аттракционы безнадежно устарели, то нет коммерческой составляющей, ни кофе, ни чай, ни пончик человек не может купить. Вроде есть парк, они радуют. Тогда было предложено все-таки обратить на это внимание, мы выделили деньги и делаем это регулярно и дальше будем этот проект сопровождать. Наша задача, как известно, все-таки сделать ставку на людей, которые неравнодушны. Потому что парк живет тогда, когда есть добросовестный заинтересованный человек, который болеет душой. Человек, который приходит утром и убедившись, что все в порядке, думает о том, как сделать лучше. Я считаю, что подобные встречи, подобное знакомство, соревнования, если хотите, признание людей, которые сегодня находятся в парке, это то, к чему мы все стремимся. И я вижу, что ситуация меняется. Очень приятно, что лес стал чистым, очень приятно, что можно купить мороженое, традиционную сладкую вату, пончики. В общем, все то, что человек привык покупать в парках. Очень приятно, что есть аттракционы и не только те, которые видели в советские времена, но и современные. То есть это тоже очень важный момент. У нас, когда мы начинали, было 25 парков, сегодня их 72. То есть идет реальное увлечение мест, где люди отдыхают. Наша задача – работу вместе с вами продолжать. Тех, кто успешно работает, тот, кто частным бизнесом занимается, ставить в пример. Почему? Потому что там, где работают добросовестно, парки полны людей. Настроение совершенно другое. Это наша задача. Спасибо за теплый прием всех жителей города Жуковский. С хорошим летним днем вас. Конечно, это очень приятно, когда теплые летние дни. Очень приятно, когда можешь отдохнуть с семьей. Очень приятно, когда дети окружают, когда настроение хорошее. И у второй половины, и у тех, кто подрастает, это настоящая счастье. У нас большая программа в Подмосковье, смысл которой – выделить самые лучшие парки. Парки, в которых больше всего смеха, парки, в которых больше всего получают люди удовольствие. Езди провести время, езди беззаботно погулять или подумать о чем-то добром и хорошем. Четвертый год мы проводим конкурс. И проводим его в тех местах, где парк оказался лучшим. И сегодня это город Жуковский. Поздравляю вас. Мы хотим, чтобы парки работали не только в короткое лето. Я думаю, что хочется всем, чтобы это было продолжительнее. Но и зимой. И если летом ты можешь заниматься бегом, то зимой лыжами. И если летом ты можешь гулять, то зимой ты тоже можешь гулять и не спотыкаться о какие-то ледяные дорожки. Я хочу поприветствовать всех, кто присутствует здесь. Все муниципалитеты, руководители парков, которые номинируются уже в следующем, четвертом конкурсе. Ну и поприветствовав вас, хочу попросить перейти к процедуре награждения. АПЛОДИСМЕНТЫ Глава муниципального района Андронов Вадим Вадимович, директор парка Жиркин Владимир Валерьевич. Глава городского округа Ковалевский Леонид Павлович, руководитель администрации городского округа Двойных Александр Владимирович и директор парка Костюм Юлия Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель администрации городского поселения Вербилки Тихомиров Максим Андреевич, директор парка Воронина Ольга Григорьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Глава городского округа Гаджиев Замир Агарзаевич, директор парка Ситников Александр Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель администрации городского округа Слепцов Владимир Витальевич, директор парка Квасников Александр Константинович. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо всем присутствующим. Деньги получены, премии розданы. Мы начинали, как я сказал, было 27 парков, сейчас 72. Уже в маленьких городах открываются зоны отдыха, и мы дорожим каждой из них. Карта внимания к тому, где можно провести свободное время, для нас важна, потому что это важно для людей. Всем хорошего настроения, детям больше смеха, улыбок и любите своих родителей.